Это программа «Территория закона». Вот о чем расскажем сегодня. Двое погибших на пожаре. Следственный комитет проводит проверку. Смертельный спор. Рязанец предстанет перед судом за драку на пляже. 63 нарушения правил ведения охоты. Региональное управление Росгвардии провело профилактическое мероприятие охота. Неделя началась с трагедии. В Рязани на пожаре погибли два человека. На данный момент проводится доследственная проверка по факту их гибели. Что же стало причиной возгорания, расскажем далее. Пожар в деревянном жилом доме, расположенном в районе Дашки-военной города Рязани, произошел вечером 25 августа. Уже после тушения утром были обнаружены сильно обгоревшие тела двух человек. Личность в настоящее время их не установлена. Предположительно, мужского рода и женского рода. Соответственно, в настоящее время проводится следственная проверка, направленная на установление обстоятельств, случившихся, а также личности погибших. По предварительным данным, накануне вечером в одной из квартир дома, где произошел пожар, компания из четырех человек распивала спиртные напитки. В ходе которого произошло неосторожное обращение с электрическим обогревателем, в ходе которого произошло возгорание. В настоящее время двое человек в медицинской помощи нуждаются, а на двое погибших будут установлены личности, а также обстоятельства их гибели. Мы будем следить за развитием ситуации. Рязанец предстанет следить судом за последствия драки на берегу реки Аки. 26-летнего мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. По версии следствия, 5 августа 2018 года четверо приятели устроили застолье. Затем молодые люди решили искупаться. Они вызвали такси и приехали на берег реки Аки, в поселок Новоселки Рязанского района. Двое поспорили на 10 тысяч рублей, что один из них сможет добраться до противоположного берега и вернуться обратно, выплав из-за течения дальше от места их отдыха. Однако в связи с тем, что все были в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерпевший не точно понял условия спора, а именно то, что обвиняемый сказал переплыть реку с таким условием, чтобы его не снесло течением. Ну и в последующем потерпевшего снесло течением. Он проиграл спор, однако на тот момент, не понявший суть до конца, у него возник конфликт. В процессе этого обвиняемый нанес несколько ударов волос, в том числе и головы, и причинил средний тяж вред здоровья. Потерпевший моим сломал челюсть. В конфликт вмешался общий знакомый, который решил пересечь драку. Обвиняемый, владеющий приемами рукопашного боя, ударил его в том числе по голове. После этого пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм. Особенность как раз данной травмы заключается в том, что потерпевший получил на месте телесное повреждение, дошел до больницы своими ногами. Однако в связи с тем, что прогрессировала соответствующая опухоль, в последующем она перелаг к его гибели. На расследование уголовного дела потребовалось достаточно длительное время, потому что следователям пришлось проверить следующую версию. Обвиняемые с защитником указывали на то, что виноваты в смерти потерпевшего не действие подзащитного и обвиняемого самого, а именно действие врачей. В связи с чем была назначена длительная, сложная, комплексная судебно-медицинская экспертиза, на которую был поставлен ряд вопросов, в том числе и по дефектам оказания медицинской помощи погибшему. После получения данного заключения было установлено, что надлежащим образом была оказана медицинская помощь погибшему. В связи с чем каких-либо дефектов и в действиях врачей какие-либо преступления установлено не было. В ходе следствия мужчина не признал себя виновным, выдвигая различные версии защиты. Уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь о других происшествиях в Рыбновском районе полицейские пресекли деятельность незаконной лаборатории по изготовлению марихуаны. В ходе осмотра дома 51-летнего жителя села Алешня полицейские обнаружили у него спрятанную комнату с оборудованием для выращивания наркосодержащей конопли и две катки с растениями. Подробности далее. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Паризанской области получили сведения, что 51-летний житель села Алешня Рыбновского района выращивает дома сырье для изготовления марихуаны. Вместе с коллегами из МВД по Рыбновскому району они организовали наблюдение за усадьбой. На огороде запрещенных растений не было, но мужчина приносил удобрение в дом. Сведение о культивировании наркосодержащей конопли подтвердилось. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили тайную комнату. Небольшое помещение, вход в которое был практически незаметен. Его задекорировали под облицовку стены. В этой комнате было установлено специальное оборудование для выращивания цветов в домашних условиях, датчики температуры и влажности, вентиляционная система и специальные осветительные приборы, которые автоматизированно поддерживали определенный искусственный погодный режим, благоприятный для выращивания наркосодержащей конопли. Климатическая система обслуживала высаженные в две катки с грунтом кусты конопли. Также в другом импровизированном тайнике в доме оперативники обнаружили сверток с высушенными фрагментами растений. Экспертиза установила, что злоумышленник уже изготовил и хранил 136 граммов марихуаны. По предварительной информации, мужчина через интернет приобрел семена конопли и оборудование для домашнего выращивания растений. Затем он оснастил комнату и возделывал запрещенные растения. Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи по производству и обороту наркотических средств. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Преступления, которые происходят в интернете, борьбой с ними занимается Кибердружина. И сейчас она пополнится новыми кадрами. Для этого будет создан дополнительный проект Дружина 21 века. Это образовательная программа. Юноши и девушек научат выявлять незаконный оборот наркотиков. Казино и многое другое на просторах интернета. Подробности проекта в следующем сюжете. Петр Толкоч, один из сотрудников Кибердружины. И сейчас вместе с Санной Зотовой, членом Общественного совета регионального МВД, они просматривают мессенджер Телеграм на наличие противоправного контента. Это общее определение, которое включает в себя и незаконный оборот наркотических средств, терроризм, экстремизм, продажу алкогольной продукции, незаконный горный бизнес и другое. Найденные ссылки они собирают в отчет, который направит соответствующий отделу МВД. Петр учится на юридическом факультете. В Народную дружину вступил 2 года назад. А как только появилась Кибердружина, не раздумывая, пошел туда. Потому что сейчас наблюдается такая тенденция, то, что в основном сейчас не только активно совершаются правонарушения административные, как и уголовные, не только в действительности, но также и в интернете. Например, можем привести такие вот преступления, связанные с оборотом наркотических средств. Также связанные с доведением до самоубийства молодежи. Сейчас в Кибердружине всего 7 человек. Но цифры, которыми можно похвастаться, есть. Анна Зотова рассказала, что за 2018 год в сети интернет выявили больше 900 ссылок с противоправным контентом. И не скрывает, что если бы было больше рук, то и результаты были бы выше. Поэтому она и разработала проект, который называется «Дружина 21 века». После прохождения обучения будет тестирование. Если ребята успешно пройдут данное тестирование, они получат удостоверение дружинников. После того, как они получат удостоверение и разобьются по направлениям работ, они будут отправлены на стажировки в разные ведомства. То есть это будет Центральный банк, Управление наркоконтроля, Центр противодействия экстремизму и Роскомнадзора Сипрозанской области. Ну и еще несколько подразделений УМВД. Обучение начнется 28 сентября в Центробанке. Курс поделят на четыре блока. Незаконный оборот наркотиков, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика алкоголизма и табакокурения, а также повышение финансовой грамотности. Почему мы назвали проект «Дружина 21 века», а не «Кибердружина»? Здесь речь идет о том, что нельзя привязать работу только к сети интернет. Потому что интернет безграничен. Если мы говорим, что мы хотим не только заблокировать ссылку, но и найти человека, который совершает противоправное действие, нам нужно быть привязанным к Рязанской области. И когда мы выходим на рейды, собираем определенную информацию, если мы говорим про наркотики, это ссылки, которые работают именно на территории Рязанской области, микрофинансовые организации, которые работают на территории Рязанской области. То есть их уже легче отработать сети интернет и уже найти действительно ответственных, а не просто заблокировать ссылку. Прием заявок начнется 16 сентября. Предварительно на курсы записались 20 человек, однако планируется, что людей будет больше. Ведь преступность давно пробралась и в интернет, и нужно заниматься и этой проблемой. Профилактическое мероприятие «63 нарушения правил охоты». Управление Росгвардии Рязанской области подвели итоги профилактического мероприятия под названием «Осенняя охота». Мероприятие длилось 11 дней, с 16 по 26 августа, на территории Рязанской области. Павел – охотник со стажем. Это для него уже хобби, которым он занимается почти 15 лет. Вот и сегодня ему улыбнулось удача, чем подстрелил утку. Охотничьи места у нас очень прекрасные. Занимаемся охотой я с 2005 года. По мере свободного времени выезжаем. Да, это хобби очень увлекательное. В данное время сын привлек к этому делу. Тоже очень заинтересовался. Нарушение правил ведения охоты обнаружено не было. Павлу пожелали удачи и еще раз напомнили основные пункты. Если все в порядке, проводим профилактические беседы о соблюдении правил охоты, правил ношения, перевозки оружия, недопущения фактов ношения огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения. Профилактическое мероприятие охота сотрудники регионального управления Росгвардии проводят совместно с региональным министерством природопользования и линейным отделом полиции. Проходило оно ежедневно с 16 по 26 августа и направлено было на недопущение фактов нарушения ведения охоты. В рамках проверки мы обращаем особое внимание на наличие у охотника разрешения на добычу оружия, наличие охотничьего билета и, соответственно, наличие разрешения на хранение и ношение имеющегося при нем оружия. Сверяем номера оружия с имеющимся разрешением. За время проведения операции «Осенняя охота» Росгвардейцы и охотоинспекторы выявили 63 нарушения административного законодательства в сфере оборота оружия. Самым частым и стало нарушение правил охоты. Таких выявили 30. Правило ношения, хранения, перевозки оружия нарушило 16 охотников. Столько же по статье за нарушение сроков регистрации или перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет. Правило перевозки, транспортировки или использования оружия и его патронов нарушил один охотник. Всего за 11 дней профилактического мероприятия было изъято 11 единиц охотничьего оружия, в том числе одно незарегистрированное. В рамках профилактических мероприятий сотрудники правоохранительных органов напомнили владельцам оружия о необходимости соблюдения правил охоты и законодательства в сфере оборота оружия, а также об ответственности за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии 1 сентября, 27 августа, сотрудники ГИБДД устроили проверку всех рязанских школьных автобусов. Среди серых машин на дорогах города уже давно появились ярко-желтые автобусы. Это специальный транспорт для перевозки школьников. За дня в день они колесят по улицам города. Итоги проверки расскажем далее. К школьным автобусам предъявляют повышенные требования, поэтому и проверяют с особой тщательностью. Начинают проверки необходимой документации, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и так далее. После смотрят на техническое состояние, работу световых и звуковых приборов, спецсигналов. В первом автобусе уже нашли неисправность, не работает кнопка связи с водителем. Следующий – без нарушений. Водители говорят, что готовить автобусы к началу учебного года начинают заранее. В течение месяца мы перебирали все рулевые, тормоза, готовились где-то недели-две, вот это самые серьезные такие вот. Устраняли неполадки. Далее вот была покраска и вот мелкий ремонт. Это лампочки, габариты проверяли, чтобы автобус был в полном порядке. Начальник гаража отметил, что автобусы проходят проверки и в течение всего года. После окончания учебного года автобусы становятся сразу на ежегодный технический осмотр, ремонт. Автобусы мы заранее готовим к началу учебного года, полностью их обслуживаем, ремонтируем, где-то нужно подкрасить, красим, чиним. Сотрудники технического надзора госавтоинспекции также проверяют надписи на автобусах и необходимые комплектующие, такие как огнетушитель и аптечка. После выносят вердикт. Сегодня в процессе проверки были выявлены незначительные недостатки. В частности, у одного из автобусов не работает сигнал оповещения водителя об остановке. У другого автобуса огнетушитель находится не в том месте, в котором положено. То есть, такие незначительные недостатки, они будут в ближайшее время устранены. Выявленные нарушения обещают устранить оперативно, а после отчитаться в региональное ГИБДД. Представители госавтоинспекции рассказали, что глобальная проверка школьных автобусов проводится в преддверии учебного года, но также проходят они в течение всего периода обучения. Водители проходят и свои внутренние проверки. У них ежедневный инструктаж перед выездом, а также осмотр техники. Водители школьных автобусов рассказали, что другие участники дорожного движения относятся к ним уважительно. Но проблемы возникают при подъезде к школам. Обычно парковка заставлена автомобилями. Хотелось бы обратиться к водителям, которые передвигаются по дорогам нашего региона. Когда вы видите школьный автобус, помните, что его скорость технически ограничена. И не нужно совершать лишних маневров, подрезать его, сигналить. Помните, что такие автобусы перевозят детей, в том числе и ваших детей, к месту обучения. Помните, что водитель, который управляет таким автобусом, отвечает за безопасность не только свою, но и перевозимых школьников. Поэтому будьте терпеливы, будьте вежливы с ними и аккуратны. Это была программа «Территория закона». Увидимся через неделю. Будьте внимательны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова